Бендеры меняются. В новом Преображенском сквере начали устанавливать арки с фонарями и беседки-ротунды. За дело взялись и озеленители. В центре появились туи и можжевельники. Специалисты приступили к высадке роз. Площадь освобождения преображается на глазах. Все ярче вырисовывается облик нового Преображенского сквера. Здесь уже установили пятиметровые мачты для потолка из световых гирлянд, металлические арки и основания для декоративных беседок. Пока строители укладывают тротуарную плитку, озеленители занимаются дизайном ландшафта. Сейчас в тренде хвойные растения. Вечно зеленые туи, можжевельники и голубые ели. Их высадили первыми. На днях привезут розы. Новый розарий будет в разы больше прежнего. Почти три тысячи кустов. Будут и штамповые розы, и плетистые розы, чайно-гибридные и бордюрные. Мы не придерживаемся монохромности. Будут разноцветные, чтобы делало настроение. Красные, розовые, белые, желтые, кремовые. Будут современные розарии. Раньше высаживались монохромные, то есть одноцветные. А здесь будет микс такой. В Аргееве питомник большой роз. Мы в прошлом году у них брали и в этом году берем. Большой розарий в Преображенском сквере дополнит деревья. Часть из них уже высадили. Это шелковицы, плакучие сакуры и декоративные яблони. Старые шелковицы, которым уже больше полувека, дизайнеры тоже сохранили, как и многолетние липы. Все они хорошо вписались в новый ландшафт. Преобразили озеленители и большую клумбу у госадминистрации. Теперь здесь не будет петуний, бархатцев и других ярких цветов. В приоритете хвойные растения и гранитная крошка. Получится небольшой каменистый сад.